Вы в Брелинд ездили, да? Вот в Брелинд сани ездили. Я ездила. Ну, и оправдание... То есть, надежды оправдались, то есть, ожидания оправдались или нет? Ожидание итога или ожидание того, как оно все там будет? Как оно все там будет, как оно все там было. Человек-ребенок, я всегда всему новому радуюсь, и для меня все было здорово, интересно, и так все насыщено красками. А вас почему не взяли, Александр? Я просто не поехал, я был в Индии. Понятно. Зачетно. Ну, вы-то, наверное, все-таки были разочарованы, да? Я? Почему? Ну, все-таки, мне кажется, что были какие-то прогнозы в отношении вашей элиты. Вы знаете, во-первых, я не видел ни одного фильма из программы, поэтому я не могу быть разочарован. Они, может быть, действительно в тысячу раз лучше, чем... Ну, свой фильм вы видели? Свой я видел, но я не могу сравнить с другими. Это раз. А во-вторых, мне сразу было очень удивительно, что они его взяли в конкурс и вообще что-то поняли в этом фильме, потому что, мне кажется, там, ну, правда, действительно очень внутренняя эта история, не европейская, не... Они верят в закон, понимаете? А мы не верим в закон, и для них это очень непонятный поступок. Да, мы не верим в закон, и я читал в одном из ваших интерьеров, что вы не верите в загадочную русскую душу, что вы считаете, что загадочная русская душа, это, в общем... Да. фильмы, они не особенные. Они? Вот этого фильма? Да, вот вашего фильма. Разве, посмотрев этот фильм, зритель не делает вывод о том, что русские, они особенные, не такие, как все. Да, вот для немцев это очень понятная вещь, потому что это очень показательная. Не русские, загадочно, это, опять же, про обстоятельства жизни. Вот разделили стеной Берлин, с одной стороны придумали за все это время машину Трабант, которая была из, по-моему, чуть ли не из картона, в ГДР, да, а там был BMW, Mercedes и так далее, и так далее. И вот дикое грязище, они страшно были, ну, как бы, просто превратились за, там, 30 лет абсолютно в русских, восточные немцы, поэтому... И у них тоже появилась загадочная немецкая душа за, ну, как бы, за своей стеной. Нет, я согласен с установкой, что загадочная русская душа, она, это не этнический параметр, а несколько иной такой вот... А обстоятельства жизни. Да, и тем не менее, все-таки, вот, мне почему-то хочется исполнительной главной роли спросить, Александр, вы верите в то, что существует загадочная русская душа, или вы тоже считаете, что это выдуманная пошлость? Ну, не знаю, я вообще, вот, думаю, что душа, она, как бы... Что души нету? Не может быть какой-то национальности, вот, там, русской или японской, загадочной, красоглазой, душой. Хорошо. Не бывает же такого, или там какой-нибудь... Не знаю, мне кажется, что бывает, но... Нет, мне кажется, вот, что-то это... Хорошо. Ну, такие какие-то другие... А вы вообще верите в то, что есть душа? Конечно. Ну, почему конечно? Ну, я, конечно, верю в душа. Нет, по этому поводу тоже самое разное существует мнение. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Кемпрометтерна «Москва-24» Продолжение следует...